Ребята, всем привет! Сегодня я бы хотел вместе с вами снять небольшой обзорчик на бензопилу Эхо модель пилы CS350ES модель это 2013 года от компании EmoBico эта модель пришла на замену бензопиле Эхо 352 которую в 2013 году сняли с производства 353 модель не является модернизацией 352 пилы это совершенно новая бензопила, самая современная на сегодняшний день из бензопил этого класса давайте рассмотрим ее поподробнее технические характеристики этой пилы длина пильной шины идет 35 см мощность пилы 1,6 кВт, это 2,1 лошадиная сила объем двигателя идет 34 кубических сантиметра объем топливного бака 0,25 литра объем масляного бака также 0,25 литра шаг пильной цепи 3,8 дюйма ширина паза идет 1,3 мм и вес данной пилы составляет всего 4 кг все бензопилы марки Эхо поставляются в стандартных коробках на которых нанесено название модели сейчас давайте посмотрим серийный номер он тоже здесь есть покажу вам чуть ближе в серию CS353 модели пошла в Японию теперь же ее производство полностью перенесено на завод Ямабика в Китай давайте попробуем открыть коробку обратите внимание, что заводская коробка она не заклеена скотчем не запечатана ни на какие скобы она заклеена давайте вместе попробуем ее это если честно не так-то просто аккуратно сделаем я думаю, что мы справимся с этим комплектация данной пилы стандартная для такого класса это идет у нас чехол в нем идет шина руководство пользователя на русском языке сама аргенция и пакет с цепочкой, с ключом, с отверткой пильная цепь идет маркерный зон это стандартно для бензопил эхо с завода они комплектуются цепями этой марки пильная шина идет 35 см на нее нанесена надпись и маркировка эхо а также указано количество звеньев и шаг применяемой цепи в данном случае шаг идет, я повторюсь, три восьмых а количество звеньев 52 звена вот здесь можно это все увидеть эхо шинка идет обслуживаемая есть отверстие для смазки и рассмотрим саму бензопило все изделия, которые выпускаются под маркой эхо отличаются высоким качеством изготовления и эхо 353 не исключение компоновка этой модели традиционная с вертикально установленным цилиндром и передней и задней рукоятками такая компоновка не преподносит сюрпризов пользователю держать в руках пилу удобно эргономика продумана и выверена рукоятка оптимальна толщины для удобства охвата и поверхность не гладкая а в мелкую насечку я думаю это тоже видно то есть поверхность шершавая такая фактура позволяет оператору легко манипулировать пилой и голыми руками летом и в теплое время в перчатках с правой стороны на корпусе установлен праймер вот он насос для подкачки топлива в карбюратор в передней части корпуса выведем душитель вот он над ним сверху ручной инерционный тормоз который закреплен на корпусе а не на крышке шины как на большинстве других бензиновых пил на левой стороне корпуса все традиционно как и в других бензопил марки эхо это ручной стартер который крепится четырьмя винтами а также пробки заправочных емкостей черная пробка закрывает бачок для масла оранжевая пробка закрывает горловину топливного бака на поверхности крышки стартера в верхней крышке видна вертикальная линия вертикальная линия это прицельная метка которая помогает правильно сориентировать пилу при валке леса на задней части корпуса бензопилы находится задняя рукоятка с блоком газа и предохранительный рычаг управление воздушной заслонкой и тумблер включения зажигания тумблер рычаг управления заслонкой полуавтоматический после его вытягивания достаточно нажать на курок газа и он уберется внутрь корпуса раньше такая система была доступна только на более дорогих моделях на видео видно качество изготовления корпуса и отдельных деталей зазоры минимальны все крышки плотно прилегают друг другу ребра жесткости позволяют бензопиле выдерживать высокие нагрузки то есть давайте поближе попробуем ее рассмотреть я считаю что качество пилы на высоте если снять крышку шины то можно увидеть конструкцию сцепления барабан сцепления сориентирован не так как на большинстве бензопил лента тормоза находится внутри корпуса а ведущая звездочка снаружи и поэтому легкодоступна устанавливать цепь на этой пиле очень легко так же как и натягивать механизм натяжки цепи расположен в крышке шины а винт натяжки расположен сбоку а не на торце рядом шины что удобно при натягивании цепи под верхней крышкой находится карбюратор вальда и нейлоновый воздушный фильтр который можно быстро снять для замены или чистки для этого нужно привернуть фильтр в бок все просто и выдернуть его карбюратор японский да и вообще запчасти все японские собирают только руки китайские все сделано качественно везде идут пружины но мы к ним сейчас вернемся и эхо 353 модели установлен маслонасос нового типа резьбовой маслонасос очень маленький простой и надежный не требующий обслуживания под крышкой ручного стартера находится маховик и система очистки поступающего воздушный фильтр воздуха это фирменная система очистки воздуха от эхо воздух проходит трехступенчатую очистку в начале удаляются крупные опилки потом более мелкие и в финале уже почти чистый воздух проходит через воздушный фильтр что благотворно сказывается на сборке и службе самого фильтра рядом виден сапун топливного бака а теперь он тоже будет меньше загрязняться на 353 модели установлена самая современная система антивибрации рукоятки и корпус двигатели не имеют жестких связей между корпусами и рукоятками стоят многочисленные металлические пружины амортизаторы таким образом облегчается работа оператора и количество вредных вибраций снижается до безопасного уровня вот смотрите раз гашение вибрации стулочки здесь резиновые тоже установлены так где у нас еще здесь есть если видно вот она ходит работать на данной пиле одно только удовольствие давайте попробуем ее собрать то есть ставим на место обратный фильтр устанавливаем крышку ничего сложного установки нет крышка защелкивается берем цепь цепочка 52 звена учтите это многие в магазинах покупают 53 звена людям говорят что они подходят но на самом деле это не так цепь устанавливается тоже на данной пиле при натяжке цепи крышку затягивать сильно не нужно будет вытягиваем чуть-чуть можно сказать наживляем ведем отвертку которая у нас идет в комплекте и начинаем цепь подтягивать лучше наверное взять вот такую отверточку она будет помощней вот цепь подтягивается цепь натянута видно теперь можно затянуть крышку это все ребята какие можно сделать из этого выводы что бензопила эхо 353 модель на сегодняшний момент является самой современной мощной по сравнению с одноклассниками это подтверждает и тесты на скорость пиление которые провели инженеры ямабика доступная цена делает эту массовую модель хитом продаж в россии за последний год наш магазин предлагает купить эту модель на сегодняшний день по акции цена одиннадцать с половиной тысяч рублей всем спасибо за просмотр желаю хорошего дня подписывайтесь на наш канал уверен что будет еще много интересного видео ставьте лайки всего хорошего